всех приветствую продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге кто есть кто составитель бетти редис дополняя какими-то данными из википедии из интернет дафна персонаж древнегреческой мифологии прекрасная нимфа наиболее известен миф о ней и аполлоне преследуемая им охвачены к ней страстью она давшая обет целомудрия взвалившись была превращена лавровое дерево ставшие священ у аполлона дочь богини земли геи и фессалисского речного бога пинея либо речного бога ладона из аркадия либо дочь амикла избегала мужчин и жила в обществе девушек спутница артемиды подобно которой дала слово сохранить целомудрие и оставаться безбрачна история любви аполлона к дафне подробно рассказано видим метаморфозы нее также был влюблен смертный левкип сын иномая надев женский наряд и заплетев волосы он выдал себя за дочь иномая и стал охотиться вместе с дафной которая обнимала его аполлон неравнодушный к дафне стал ревновать к левкип когда девушки купались ладони они обнаружили что левкип не девушка и растерзали его обман левкипа был раскрыт не без участия полу вскоре после победы над пифоном аполлон обидел и ротто насмеявшись над ним всего луком и стрелы в отмеску тот поразил его стрелой любви к дафне а ее же стрелой антипатии вызов в нее отвращение к аполлону преследуя охваченным страстью аполлоном по словам о виде аполлон гнался за ней как собака за зайцем дафна взмолилась к родителям с мольбой изменить ее облик чтобы избежать любви аполлона и была превращена в лавровое дерево либо полон ее изнасиловал и она попросила зевса превратить ее лава только скончала мольбу цепенеет тягостно члены нежная девичью грудь король окружается тонкой волосы зеленый листвы превращаются руки же ветви резвая раньше нога становится медленным корнем скрыта листвую лицо красота лишь одна остается так писала и однако полон сохранил свои чувства в память о ней лавр с тех пор стал священным деревом аполлона а лавровый венок его неприметным атрибутом также по воле аполлона дерево будет вечно зеленым и никогда не лишится листвы связи с этим лавровый венок стал присуждаться победителю пифийских игр в честь аполлона и стал символом триумфа а сказать что горная нимфа дав упоминается как прорицательница дельфийского оракула листья лавра жевала жрица прорицательница оракула пифия готовясь войти в состояние божественного экстаза вот так написано в википедии о персонаже древнегреческой мифологии дав прекрасный ним пока пока до свидания и и и и и